В сегодняшнюю аудио статье мы рассмотрим, как посадить тыкву в открытый грунт. Уже привычная нам огородная культура тыква, между прочим, пришла из солнечной Мексики. При правильных условиях выращивания хорошо приживается в открытом грунте в нашем регионе. Что также хорошо будет для тыквы, это создать условия короткого дня. То есть, если световой день короче 12 часов, то тыква намного быстрее будет развиваться и плодоносить, чем если будет активный и продолжительный световой день. Поэтому время посадки, о котором вы узнаете ниже, нужно выбирать, исходя из способа размножения или посадки тыквы в открытый грунт. Кислотность почвенной смеси. В земле для посева тыквы в открытый грунт должна быть легкой, не отяжеленной плодородными ингредиентами, а в идеале рыхлой и хорошо проницаемой, чтобы отлично поступал воздух и вода. Еще несколько правил по выращиванию тыквы в открытом грунте. Какие растения можно выращивать на той же почве в качестве предшественников тыкви и те, которые категорически запрещаются. В последнем относятся арбузы, картофель, огурцы, кабачки, тыквы, дыни и патиссоны. А вот очень подходят для предварительной обработки почвы и высадки на том же участке такие огородные культуры, как лук, разного рода корнеплоды, бобовые и капуста. Способ размножения для тыквы. Чтобы посадить тыкву в открытый грунт, нужно использовать семенной способ размножения для этой огородной культуры. Семена часто приживаются и исходят особенно быстро, если заняться их предварительной подготовкой. В качестве такой подготовки используют замачивание до первых ростков, которые проклюнутся из семян. Когда высаживать тыкву из схемы посадки? Если мы высаживаем тыкву сразу в открытый грунт, то можно выполнить посадку в начале июня. Если же вы решили предварительно взрастить рассаду с дальнейшей ее пересадкой в открытый грунт, то семена в почвенную смесь для рассады высаживают в начале мая, чтобы к июню ростки тыквы успели сформироваться и прорасти. Но такой способ не сильно жалуется, поскольку является весьма травматичным для хрупкой корневой системы тыквы. Поэтому настоятельно вам рекомендуем сделать ставку именно на посадку тыквы с семенами сразу же в открытый грунт. Грядки для посадки можете сформировать длиной около 1 метра, с таким же расстоянием между ними, можно даже больше, до 1,5 метра. Поскольку полив растения очень любит, то площадь для посадки и выращивания должна быть обширной, чтобы плоды тыквы вырастали немаленькими. Полив тыквы в открытом грунте Как уже было озвучено выше, тыква очень любит, чтобы ее часто поливали. На воде она словно пирог на дрожжах быстро вырастает и хорошо развивается. Актуален частый и обильный полив именно во время роста тыквы и развития. А когда плоды поспевают и будут готовы для срывания, то полив за неделю до этого действия нужно прекращать, из-за того, что обильность в период снижения срока хранения тыквы в дальнейшем. Кроме того, почву, где возрастает тыква, нужно постоянно пропалывать, чтобы земля оставалась рыхлой и хорошо удобрять, чтобы тыква в открытом грунте получала достаточное количество питательных веществ. Продолжение следует...